Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. О, привет, моя дорогая! Как у тебя дела? Отлично! У меня сегодня для тебя сюрприз. Какой? Какой-какой! Пойдем все покажу и расскажу. Скажи, пожалуйста, какое твое самое любимое место в Твери? Памятник Афанасию Никитину. А ты знала, что мы должны сказать ему спасибо за индийские специи? Ну, а дальше Петр Первый, картошка цитрусовая, Екатерина на стоечке и хреновуха. И все это не могло не отразиться на Тверской кухне. Да, представляешь, у нас есть истинно Тверская кухня. И рецептура идет аж с 13 века. И сегодня я хочу тебя познакомить с Тверской кухней. Ты готова? Пошли! Повара ресторана «Орех», когда готовят национальные тверские блюда, используют, как правило, все продукты местных производителей. Представляешь? Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня приготовили? Овощная запеканка из баклажанов и из фарша. Все продукты мы использовали локальные. Здесь у нас фарш из баранины и из свинины. И у нас здесь баклажаны и сыр. И это тоже старинный рецепт, адаптированный, да? Здесь за базу взято блюдо из греческой кухни – это мусака, но мы ее переделали немножечко на свой мотив. Дмитрий, ну такая красота! Это что это такое? Тверской салат, гурман с филе апельсинов, микс салата, красный лук и майонез, и сыр. Наш тверской. Я знаю, что была проделана колоссальная работа с краеведами по рецептуре старинами. Сложно было адаптировать к современной кухне? Просто восстановили из книг старых рецептов, то есть и пожалуйста, вуаля! Ну что, моя дорогая, как тебе? Чувствуешь себя важной персоной? А по-другому никак. Если ты настоящий гурман, ты требуешь к себе определенного подхода. Ну что, нервничаешь? Да не бойся, в МДМ тебе сделают все быстро, главное безболезненно и недорого. Куда ты пошла? Я же тебе сказала налево. Я, конечно, понимаю, ты хочешь, чтобы с тобой как с ребенком, но твой доктор тебя уже ждет. Я тебе так скажу. Лечение молочных зубов требует особый подход к маленьким пациентам, а врачи ММДент умеют подружиться с любым детским характером. А также здесь целый комплекс стоматологических услуг от лечения поверхностного кариеса до имплантации зубов и протезирования на имплантах. А еще здесь собственный рентген-кабинет и возможности сделать твою улыбку белоснежной. Значит, смотрите, здесь у вас есть кариес, вот на этот зуб. Здесь все нормально. У вас еще налог, здесь мы налог. Закрывать. Значит, смотрите, у вас прикос неправильный, вам нужно будет носить бректи. О, ну что, это все? Брекеты посоветовали? Ну, класс. Ты видела сейчас, какие разноцветные, с камушками и любые? А здесь тебе их подберут, установят, проконсультируют, снимут одним словом. Больше у меня красотка. Ну, это мы удачно с тобой зашли. Люда, здравствуй, привет. Дала дочке сковородку на урок труда. Ну, естественно, она ее убила, и мне нужна теперь новая сковородка. Не проблема, хочешь, я тебе дам самую лучшую сковороду в мире? Здесь настоящее алмазное покрытие, вот как прямо на твоем колечке, которое прекрасно жарит мясо с хрустящей золотистой корочкой, без масла. И плюс, оно самое антивандальное в мире. Так, как наносится методом плазменного вплавления в корпус. А представь, что можно сделать? Ты берешь тендерайзер. Так что? Вот эту классную штуку. Тендерайзер. Придумал это американский повар знаменит для работы с мясом. Берешь стейк, натираешь его прованскими травами, чесноком, оливковым маслом с двух сторон. Ты его вот так размягчаешь для того, чтобы сок внутри сохранить и не долбить молотком по мясу. И кладешь жарь в алмазный гриль. Класс. А если я захотела котлетки сделать, за счет квадратной поверхности котлет лезет гораздо больше, чем в круглую сковородку. Иди сюда, смотри, что я нашла. Это тот самый легендарный король чайников, японский чайник. Они снова появились в кулинарном клубе. Крышка не слетает, ситечка удобная, вода не капает. То есть скатерть останется сухая. Класс. Как ты думаешь, что это? Ага, паприка копченая. А это? Молодец, корица. Кож пасту, пожалуйста. Новое итальянское изобретение. Вот эти уникальные кастрюли пасты сим. Во-первых, они с антипригарным покрытием, которым не прилипнет никогда ничего. И ты в ней прямо внутри можешь даже соус сделать. Закрываешь крышку и выливаешь, не используя дуршлаг. Плюс форма высокая, позволяет спагетти сохранить на полную длину. Но не зря же говорят лучшие друзья девушек, это бриллианты. Поэтому берем вот эту настоящую швейцарскую алмазную сковородку и погнали. Редактор субтитров А.Семкин